Какова ситуация в сельском хозяйстве республики? Ветераны агропромышленного комплекса держат руку на пульсе. Одним из первых инспекцию прошел Ядринский молочный завод. Недавно под пристальный взгляд ветеранов попал в Урнарский мясокомбинат. Экскурсия началась с молочно-товарной фермы в Урнарский мясокомбинат. Здесь ветеранам продемонстрировали передовые технологии. Многие процессы на ферме автоматизированы. За дойкой следит компьютер. Одновременно можно доить 40 коров. Животные практически с троем идут на свои места. С одной коровы в среднем в сутки надаивают 20 литров молока. Но есть и такие рекордсменки, которые дают 28. В общем, получается 15 тонн молока ежедневно по всей ферме. На сегодняшний день у нас уже по голове 2150 голов крупного рогатого скота. Из них дойное стадо 830. Если год назад было дойное стадо 550, сегодня довели мы 830. На 1 сентября будет дойное стадо уже 900 голов. 1300 гектаров кукурузы на семена, 700 гектаров на силос. У сельскохозяйственной организации собственные поля злаковых и зерновых. Посмотрели ветераны, как очищают и сушат зерно. В день сюда поступает 700 тонн урожая. Это позволяет сушить урожай прямо во время уборки, сводя потери к минимуму. Из этого зерна будут готовить комбикорм. Вот этот комплекс свиноводческий, откормочный комплекс, приходилось нам, нашей организации строить. Мощность была этого комплекса 24 тысячи свиней откормов в год. Строили мы всем миром, все колхозы, совхозы, в Урнарском районе участвовали, потому что это крупная стройка. В Урнарский мясокомбинат, мы знаем, крепкое хозяйство. Использовать в выработке своей продукции свое мясо, свою говядину, свою свинину. Анна Кузьминична сама проработала на мясокомбинате 40 лет. Тем, как сейчас развивается предприятие, осталась довольна. Если бы мне сказали лет 30-20 тому назад, что в Урнарский мясокомбинат достигнет таких высот, наверное, посчитали бы это какой-то утопией. Но, тем не менее, единственный комбинат из пяти комбинатов у нас в Чувашии вот так выдержал, выстоял и добивается таких больших высот. В поселке Урнары с ветеранами агропромышленного комплекса встретился председатель госсовета Чувашии Юрий Попов. На совещании обсудили основные направления развития сельских территорий. Технологии шагнули вперед. Но земля, на которой трудятся сегодняшние аграры, даже, что и 10, 20, 50 лет назад. Это наша с вами родная Чувашская земля, которая кормит, дает работу и стимулирует к развитию. Та технологии, которые сейчас внедряли, кармазаготовка, раздача, уборка навоза, все это механизировано. И, конечно, не только у нас именно коровников, но и птицеводство тоже сильно развито. Севноводство сейчас. Ну и такая техника широкозахватная в полях работает. В странах Евросоюза бесспорно выделяется намного больше средств на развитие сельского хозяйства, чем в России, подчеркнул спикер парламента. Но нынешние санкции против нашего государства – это еще один толчок к развитию и усовершенствованию отрасли. Для увеличения объемов собственной сельскохозяйственной продукции. В целом, в Урнарском районе в этом году посеяли на 2000 гектаров зерновых больше, чем в прошлом. Сейчас в поле работают 45 комбайнов. Нагрузка на одну единицу техники – 487 гектаров. В целом, урожайность у нас неплохая. 26 гектаров в среднем по району. Ну и таких хозяйств, как имени Карла Маркса, санары – 46, 47, 38 гектаров в гектаре показывает. В этом году ясмень уродился хороший. Там 40-45 гектаров дает. Урожайность мы ожидаем хорошую по сравнению с прошлым годом. И где-то валовый намолот не меньше 40 тысяч. Если их хорошо уберем, у нас не менее 40 тысяч дон должны валовый намолот собрать чисто под зерновым. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.